Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил и сами я Артур Идиатурин. Ну что ж, в понедельник мы видим позитивную реакцию на фондовых рынках. Фьючерсы на американские индексы сегодня, как мы видим, выросли. Вот такая вот у нас произошла реакция. Приближаются они к уровню 3950. Это фьючерсы на индекс S500. В общем, на фондовых рынках сегодня очень хорошее настроение. Европейский рынок торгуется в плюсе, британский индекс фондовый также сегодня растет. В общем, судя по движениям, сегодняшним движениям в различных классах активов, у нас вера инвесторов, вера рынков в то, что мировая экономика вошла в новую фазу бычьего цикла, эта вера усилилась. Давайте с вами разберем несколько основных рынков, несколько основных индикаторов, которые как раз-таки отражают вот эти ожидания, эту веру, что началась новая фаза подъема, новая фаза делового цикла. Собственно, мы должны начинать в анализе нового делового цикла, всегда начинают с сырьевых рынков. И мы обратимся к одному очень известному индексу, который отслеживает цены на сырьевые товары. Это индекс Блумберга, коммодити индекс, это некоторый индекс, который отслеживает изменение цены на основные сырьевые товары. Собственно, что мы видим? Давайте посмотрим годовую динамику в пятилетнем масштабе. Что мы видим? Ну, во-первых, то, что с марта 2020 года у нас был значительный рост, если посмотреть в процентах, это почти 50%. Мы добрались, получается, вот здесь до уровня максимального с конца 2018 года. Этот индекс у нас в целом отражает то, как будет изменяться инфляция, потребительская инфляция во глобальной экономике, потому что, понятное дело, если растут цены на сырье, производители должны будут перекладывать эти издержки на потребителей. Поэтому вот этот рост, это у нас, будем так говорить, как прекурсор потребительской инфляции. В соответствии с нашими ожиданиями, которые я описывал на прошлой неделе, я говорил про ралли в рынке нефти, в нефтяных котировках, мы действительно сегодня видели позитивную, собственно, реакцию. У нас продолжили котировки нефти расти, несмотря на перекупленность техническая, которая там образовалась. Вроде мы вышли за FCI выше 70, но все равно нефть вот такой вот рывок совершила. Все это вот еще раз нам говорит про экспансию, про ожидание экспансии, про то, что экономика будет расти повышенными темпами в первом втором квартале, и, понятное дело, спрос на нефть, точнее, избыток нефти, который у нас сейчас есть, он быстрее будет сокращаться, и нефть должна, соответственно, подстраиваться выше. Второй индикатор – это у нас фондовые рынки, рисковые активы, понятное дело, они также реагируют у нас на ожидание того, что вырастет потребление в экономике, у компаний больше прибыли появится, собственно, поэтому меньше неопределенности будет в их показателях, собственно, поэтому они должны стоить дороже. Очень важный момент у нас, что нужно иметь в виду, у нас экспансия, центр экспансии сейчас, да, глобальный, он у нас на сердце, будем так говорить, он у нас находится в Азии. Азиатские экономики, прежде всего, у нас тянут все остальные экономики вверх. Это связано с двумя факторами, с двумя вещами. Во-первых, они хорошо сдержали ситуацию с вирусом, вроде бы у них так, ну, не развивалась пандемия по такому мрачному, по такому мрачному траектору, как это было в Европе и в США. Они хорошо сдерживали вирус, и второй момент, у них сосредоточено очень много производственных мощностей, понятное дело, если производство запускается, значит, туда вливается инвестиция, его так просто, ну, не остановить, его так просто не обрушить. Поэтому, если там в производстве, в экспорте хорошие показатели, хорошие цифры, у нас, значит, есть экспансия, она приобретает более-менее вот какую-то устойчивость. Поэтому давайте вот с вами посмотрим следующий график. Это у нас индекс Южной Кореи, COSPI Composite Index, индекс акций Южной Кореи. И второй график, это у нас индекс S&P 500. Значит, вот это у нас COSPI, южнокорейский индекс, это у нас S&P 500. И, собственно, что мы видим? Если вы помните, когда у нас в ноябре, да, там, по вакцине появились новости, Байден выиграл и так далее. Короче говоря, вот эта тема глобальной экспансии началась, да. Если она у нас началась, если мы говорим, что Азия у нас является локомотивом роста, то, понятное дело, больше капитала должно вот вливаться в Азию, и, получается, рынки там должны быстрее расти. И, действительно, что мы видим? Вот именно с ноября 2020 года мы видим вот это расхождение, мы видим дивергенцию, резко ускорился рост Южно-Корейского индекса акций. Ну, понятно, S&P тоже рост, да, понятное дело, но вот видим, да, мы вот это вот ускорение Южно-Корейского индекса, вот я просто как пример взял, да, именно азиатский вот индекс, показательная такая экономика. Мы видим, что у нас хорошо растет индекс Южно-Корейского, он опережает вот этот наш бенчмарк S&P 500, да, который мы говорим. Это вот складывается еще раз, да, вот как аргумент идет в пользу того, что инвесторы ожидают глобальную экспансию, которая завязана на Азии, поэтому ей дается большее предпочтение, поэтому у нас, как мы видим, собственно, растет индекс Коспи очень хорошо Южно-Корейский. Следующий, следующий индикатор, следующий показатель, за которым нужно научить внимание Слендсит, это долговые рынки, в частности, рынок Treasuries в США. Давайте посмотрим, что там происходит. Мы с вами очень много времени посвящаем тому, как у нас развивается ситуация на рынке Treasuries, что у нас там с доходностью, ну и, собственно, вот там вот такая вот ситуация. Давайте я уберу лишний, получается, вот здесь индекс, да, и мы посмотрим, что там вот происходит. В общем, что мы видим, у нас на прошлой неделе, ну, понятное дело, непрерывный бурный рост, доходность Treasuries растет, и у нас вот здесь еще один скачет произошел на новый максимум. Уровень 1.20 был пробит, сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций находится на уровне 1.21. Собственно, почему у нас вот такое выраженное движение вверх именно под долговым, под длинным долговым бумагам происходит? Значит, самый-самый важный момент это то, что длинные бумаги, долгосрочные облигации, они сильнее реагируют на изменение инфляции, на ожидание даже того, как изменится инфляция. Собственно, вот этот общий рост, да, который мы видим, у нас постоянно происходит, получается, переоценка того, как будет изменяться инфляция. И получается, инвесторы вот здесь последовательно, да, мы видим, они пересматривают ожидание того, как у нас будет меняться инфляция, и раз у нас растет доходность казначейских облигаций, следовательно, цена их падает, да, то есть цена вот этого будущего потока платежей, она падает, то есть инвесторы не хотят вкладываться, покупать вот этот будущий поток платежей. Понятное дело, это происходит потому, что есть ожидание того, что будет, ну, есть, ну, ускорится инфляция, которая будет разъедать покупательскую способность вот этих будущих платежей, правильно, собственно? Поэтому невыгодно держать эти бумаги, выгодно их сбрасывать. Вот, это главный фактор, который сейчас у нас влияет на рынок трежерис, на доходность казначейских облигаций, это ожидание инфляции. И понятное дело, если у нас есть ожидание инфляции, инфляция это обычно сопроводительный элемент роста, да, экономики. Если у нас растет экономика в нормальной развитой экономике, у нас должна также расти инфляция, должны расти цены, что и пытаются сделать центральные банки. Собственно, вот мы, понятное дело, и связываем все в одно, да, если у нас растет доходность казначейских облигаций, особенно дальних казначейских облигаций, у нас есть ожидание инфляции. Ожидание инфляции завязано на том, что у нас будет рост экономики, поэтому эти облигации невыгодно держать. И вот на прошлой неделе, как мы видим, у нас произошел очередной скачок, вот такой вот, да, это было у нас в пятницу произошло, это потому, я обращал ваше внимание на это, то, что у нас спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, она заявила, что в течение двух недель подготовит пакет по фискальным стимулам администрации Байдена, ну, должны подготовить, по крайней мере, который будет рассматриваться в палате представителей, в Конгрессе, но который, в общем, будет продвигать, да. Вот, собственно, поэтому, естественно, рынки отреагировали, потому что новое стимулирование от правительства – это ожидание нового роста, то есть это роста инфляции. Если есть ожидание роста инфляции, надо выходить с длинных бумаг, да. Вот, собственно, это вот и происходит, из них выходят, их доходность растет. Это вот еще один важный бенчмарк, за которым нужно следить в оценке того, что же у нас инвестор думает по поводу предстоящего роста в первом, втором квартале 2021 года. Следующий важный показатель, да, это вот он входит в группу с этим показателем, это у нас спред между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями, есть доходность 10-летних казначейских облигаций, есть доходность 2-летних. Собственно, берется от первого, отнимается от второго. Вот мы, собственно, получаем этот показатель, в трейдинге он вот так вот вводится. Мы имеем, собственно, вот так график, вот такую картинку. Вот мы видим, что вот у нас происходит непрерывный рост, и вот здесь также у нас произошел еще один скачок, да, вот на входящей информации, на входящих новостях. Данный индикатор, он у нас известен как предсказатель рецессии и подъемов, когда у нас этот индикатор, показатель, снижается, вот что мы видим, да, вот что происходит. Когда он снижается, у нас наступает рецессия. Ну, собственно, и видим, действительно, у нас снизился он к 2020 году, и у нас действительно произошла рецессия. Вот, собственно, сейчас происходит у нас рост, и это говорит о том, что у нас инвесторы ожидают подъем в экономике, преимущественно в экономике, в первую очередь, да, в экономике США, которая тянет другие. Ну, сейчас уже Азия тянет, но все равно, да, как бы, как показатель, он является актуальным. На этой неделе, у нас на этой неделе события в экономическом кальдаре, они все сосредоточены на среде. Напомню, у нас идут розничные продажи в США за январь и протокол заседания ФРС. На мой взгляд, давайте разберем ситуацию по доллару, в общем, да, то, что он на этой неделе будет руководить движением по остальным валютам, значит, на мой взгляд, он будет у нас хорошо держаться до именно среды, и затем вот поддержку он потеряет. Почему? Потому что как протокол заседания ФРС, так и розничные продажи, они имеют шансы обвалить доллару, и, по крайней мере, придавить его к линдерсу. Почему? Напомню, ФРС у нас продолжает наставить на том, что ставки должны находиться около нуля длительное время, и, как и ожидается, протокол будет содержать, протокол прошедшего заседания, он будет содержать много информации по этой теме, тон содержания вот этого, он будет вот именно такой, вот, медвежий для долларов. Там будет говориться, что большие риски от пандемии еще есть, неопределенность есть, нужно так держать, собственно, около нуля. Ожидается, что там вообще не будет никакого намека на малейшую, даже на нормализацию политики. И, вот, если вы помните, у нас в декабре, когда все было, на прошедших заседаниях, когда было все плохо, говорили, что ставки будут держаться около нуля. И сейчас, когда у нас есть признаки, конкретные признаки экспансии в экономике, продолжает ФРС настаивать на стимулирующих мерах. Это вот в динамике, в такой динамике, да, такая позиция ФРС, она очень сильный стимулирующий фактор для рынка. То есть, вот, когда в целом экономика растет, да еще и ФРС подталкивает, грубо говоря, монетарным смягчением, для рисковых активов, для фондовых рынков это вот очень надежная основа. Вот это нужно иметь в виду, если вы рассчитываете, думаете, вот, про какие-то откаты, да, на фондовых рынках, вот, в первую очередь, это иметь в виду. Я это всегда, собственно, говорю. Второй момент по заседанию ФРС, по политике ФРС. Новая концепция таргетирования инфляции, да, они там как-то по-другому теперь, другие цели по инфляции ставят. Они как бы не 2% инфляции происходят до достижения, а в среднем за какой-то момент 2%. Собственно, это допускает, естественно, перелет инфляции 2%, ускорение инфляции свыше 2% получается. И что это значит? То есть сейчас уже будет у нас ускоряться инфляция, ФРС у нас не будет бежать и вмешиваться, и повышать ставки, чтобы, как бы, ну, вот, контролировать, да, как-то этот рост. Он даст расти, получается, инфляция. Собственно, вот это именно основное важное изменение, это нужно понимать. Поэтому, собственно, Новый ФРС уже рост инфляции не испугать. Поэтому, собственно, и банды так быстро растут, потому что, понятное дело, если не будет вмешательства ФРС, если будет допускаться ускорение инфляции, то дальним бандам, понятное дело, не поздоровятся, собственно. Поэтому их так активно и сбрасывают. Поэтому у нас и спред вот этот растет с двухлетками, да. Как вы видите, вот это все вкладывается, складывается в единую картину. Значит, по розничным продажам у нас ожидается рост на 1% в январе, в годовом выражении. Но у нас есть риски положительного отклонения. Почему? Потому что, вспомним, у нас в январе, в декабре одобрали эту помощь правительственную. Опять раздали домохозяйствам деньги, опять начали их тратить. И у нас такой буст произошел, потребительский бум мини такой произошел в январе. Как раз-таки вот на этих полученных средствах от правительства. Поэтому вот ожидается, я ожидаю, что будет позитивный сюрприз в розничных продажах. Отклонятся они будут вверх, выше 1%. И это, естественно, риск он события. Понятное дело, это должно рынки взбодрить. Ну и, понятное дело, оказать давление на, собственно, американскую валюту. Поэтому я склоняюсь, что доллар у нас продолжится. Это снижение технически. Технически давайте посмотрим. У нас есть вот такой вот был основной тренд снижения доллара, который мы разбирали. Потом вот спустившись ниже 90, начала происходить вот эта коррекция. Был у нас вот этот канал. Давайте тоже уберем, будем просто разбирать. Вот у нас есть этот канал, этот коррекционный канал. И вот здесь, что мы видим, двигался у нас доллар в коррекционном канале. Ну и вот здесь у нас произошел пробой этого канала, ушел вниз. И вот дает нам основание полагать, что завершается эта коррекция. Потому что вот вышел у нас этого коррекционного канала доллар. И здесь вот, как мы видим, небольшая вот такая вот здесь пауза с каким-то прорывом. Вот, собственно, я ожидаю, что в среду будет все-таки движение вниз. Будет тест уровня 90. Ну и дальше, собственно, тест уровня 8921. Вот предыдущий минимум. Это вот такой расклад. Я вижу, собственно, по индексу доллара. Он будет руководить на задвижение по остальным валютным парам. Поэтому концентрируйтесь на этом неделе на индексе доллара. На вот этих моментах общей макроидеи. Вот эта глобальная экспансия. И вот этот технический момент, который мы расписали. Вот, собственно, на сегодня у меня все. Если вы остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Ну и, естественно, если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте в проекте.